МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня отмечается Международный день стоматолога. Если вы врач-стоматолог, вас поздравляем. Искренне желаем всего только самого замечательного. Ну а если вы такой вот уж пациент, который ходит часто к стоматологу, можете своего любимого доктора поздравить сегодня. Даже можете позвонить нам и сделать это через прямой эфир программы Универсальный формат. Телефон 202-11-22. У нас идет голосование в группе нашей ВКонтакте. Мы задали вопрос, как часто вы ходите к стоматологу. И в конце программы подведем итоги. Так что голосуйте, отвечайте. Ну и, конечно же, наш телефон, телефон прямого эфира, вам пригодится для того, чтобы выиграть что-нибудь. Мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты. Во-первых, на спектакль «Женитьба» в Театр Самарская площадь. Ну а во-вторых, на концерт группы Сурганова и Оркестр. Я думаю, тоже стоит побороться за это. Тем более, что вопросы не сложные, простые. И для вас, я думаю, никакого труда не составит на них ответить. Ну, так как у нас улыбочку тема эфира, мы пригласили, конечно же, наших дорогих стоматологов сегодня. И, конечно же, не могли обойтись без пациентов. Ну вот, кто-то за эфиром сказал, что они жертвы стоматологов. Я бы поспорила. Конечно, очаровательные девушки. Давайте знакомиться. С нами здесь врач-ортодонт, директор стоматологической клиники «Эльф» Александра Денисова. Здравствуйте. А с нами здесь Ксения Захарова. Здравствуйте. И Марина Улантикова. Здравствуйте. Ну что, вас с праздником, Александр. Процветание вам и вашей клиники. Ну и, конечно же, хочу, друзья, вам напомнить, что можно задавать вопросы нашим сегодняшним специалистам. Звоните, не стесняйтесь. Александра, ну страшные слова, ортодонт, еще и плюс всякие другие какие-то интересные слова. Что же такое вот эта ваша профессия означает? Ортодонтия – это наука, которая занимается изучением аномалий, деформацией зубочелюстной системы. Ну, ортодонт, соответственно, стоматолог, который занимается ортодонтией. Так, ну что входит в вашу вот прямую обязанность? Исправление прикуса, исправление неровного положения зубов, исправление соотношения челюстей, причины их возникновения, профилактика. Понятно. Ну и вот замечательно, сегодня наша тема еще посвящена и брекетам всяческим. Если вы носили, поделитесь своими впечатлениями, мнениями. Если носите, тоже можно задать вопросы. Ну а если только собираетесь, я думаю, что как раз-таки сегодня для вас много полезной информации. У нас на столе тут лежат всякие челюсти. Я думаю, мы о них чуть-чуть попозже поговорим. Пока хочу к нашим гостям обратиться. Марина, как часто вы ходите к стоматологу, если не иметь в виду именно вот брекет-систему? Да, практически не хожу. Понятно. Но раскрою секрет, Марина носила брекеты. Марина, ну как так решились во взрослом возрасте носить? И почему вдруг решили? Ну, в детстве не получилось. Ну, дорого было. Носила пластинки в детстве. Сколько-то там лет носила. Не знаю, мне показалось, что не помогло. Ну, а потом вот в 21 год мне по финансам вышло то, что, ну, смогла поставить себе. Где-то, ну, полтора года я носила. Ну, вы в детстве мечтали о том, что вы наконец-то себе поставите брекеты, потом их снимете, будете сверкать улыбкой? Да, ну, не знаю. На все это мечтаний, как бы, ну, просто хотелось, конечно, чтобы, да, прямые зубы были. Старалась к этому, но вот, свершилось. Понятно, вопрос у меня такой. Как долго вы их носили? Полтора года. И как вообще сложно было воспринимать себя с брекетами? И, главное, как вас воспринимали ваши друзья, близкие, коллеги? Ну, мне было сложно, а воспринимали, кстати, нормально. То есть никаких не было там подколов, смешочков, ничего подобного. То есть и нравилось как бы людям, ничего не было. Как я, я очень переживала, конечно, безумно. Но оказалось мне так страшно. Не так страшно. Да, хотя у меня самой было, конечно, не очень. Смотреть на себя, конечно, да. Боже мой, каждое утро, да? Да, я практически не улыбалась, старалась. Вот это, наверное, зря. Но мы у доктора спросим потом обязательно. Ксения, вы сейчас у нас в брекетах. Прекрасно выглядите. В прекрасном положении Ксюша находится. Вы решили, как, почему поставить брекеты? Я вообще к этому шла очень долго. В 30 лет я поставила брекеты. И почти два года уже ношу. Решила изменить свою жизнь в лучшую сторону, как мне казалось. И, в принципе, я была права. Потому что жизнь начала меняться во всех ракурсах, во всех сферах и в лучшую сторону. Это просто удивительно, на самом деле. Сколько вам еще носить их? Пока сложно сказать, потому что и в связи с положением немножко изменились наши планы, так сказать. Но я надеюсь очень, что через год уже я буду сверкать. Чем-нибудь. Чем-нибудь. Понятно. Но у вас какие-то они обычные или необычные? Совершенно обычные брекеты. Мы решили поставить самые простые, самые, так сказать, быстро реагирующие, быстро действующие. Причем я совершенно не комплексую. И это совершенно не мешает мне улыбаться и вести обычный образ жизни. И мне кажется, наоборот. А личной жизни как-то это мешает? Я замужем. Это понятно. Но вы поставили брекеты до того, как вышли замуж или уже во время? Уже была замужем. Как муж отреагировал? Как-нибудь ласково вас называют? Ну, конечно. Конечно. Поначалу он даже немножко шутил надавное, что мне можно даже сниматься в фильмах ужасов. Ну, это, естественно, самый главный подкол. Так. Поэтому, ну, я, конечно, с юмором к этому отношусь. И поскольку это самое главное, он видит результат. И я вижу этот результат. Поэтому, как они меняются, как меняется положение зубов, как меняется артикуляция. Это невозможно не заметить тем вызовом, который рядом со мной. Ну, я хочу скорее, чтобы вы все сняли. Мне кажется, это так будет, так радостно, как Марина. Марина, ну, когда вы сняли, было какое-то, я не знаю, ощущение полета? Конечно. Облегчение и радость. Облегчение. Ну, вот видите, как здорово. Ну, все-таки хочется небольшой матчасть, так скажем, брекеты. Это кто придумал вообще и какая функция у них? У брекетов основная функция, брекет в переводе означает замочек, и основная функция – это передатчик давления от дуги. Основную всю работу выполняет дуга. Сейчас современные материалы позволяют задать идеальную форму дуги. Если зубы располагаются неправильно, соответственно, дуга в этом месте делает изгиб, и зубы выравниваются так, как у дуги есть память формы. Ну, когда вообще нужно, вообще в идеале начинать за своими зубками смотреть в детстве? Самый идеальный возраст – это 6-7 лет, не позднее 7. Когда меняется прикус, молочные зубы меняются на постоянные, тогда родителям необходимо привести первый раз на осмотр к ортодонту. Ну, вот так случилось, не получилось в детстве. Проглядели родители, может быть, какая-то там другая ситуация в семье. Если взрослый человек решил поставить брекет, неважно, в 20 лет, в 25, в 30, с чего ему начать? С консультации ортодонта. Так, он придет на консультацию. Что вы там сделаете с ним? Больно, страшно? Нет, совершенно не больно, совершенно не страшно. Мы направим его на снимки, специальное рентгенологическое обследование. Это будет панорамный снимок всех зубов, боковая проекция черепа. Также сделаем фотометрии, то есть непосредственно фотоаппаратом снимки, изучим пропорции лица, дисбаланс, если какой-то есть, линии улыбки, все нюансы, которые нам будут важны. Космические и практические технологии. Да, снимем слепки. Про космические технологии сейчас можно это все сделать. На сканере 3D будет модель челюсти, результат до, результат после можно будет посмотреть. Даже еще не поставив брекет, мы уже можем прогнозировать результат. Ну вот, все-таки меня смущает продолжительность. Казалось бы, шагает медицина вперед, и хотелось бы вместе поносить, и зубы ровненькие. Почему все-таки так долго? Потому что зубам необходимо, мы же не хотим, чтобы они у нас выпали. Это как раз можно перейти за месяц, да, и все как раз удалили, все поставили имплант. Новые искусственные зубы, да. Да, искусственные зубы. Если мы хотим, чтобы сохранили свои зубы, то этот процесс не быстрый перестройки костной ткани. Потому что зуб перемещается, место, откуда он перемещается, там происходит рассасывание костной ткани. Место, куда перемещается рассасывание костной ткани, откуда перемещается, нарастает новое. Соответственно, вот это время, оно занимает 3 недели как минимум. На каждый зуб? На каждый зуб, да. С ума сойти. Поэтому вот у нас и процесс лечения довольно-таки длительный, чтобы результат был стабильный, необходимо иногда потерпеть. Ну, потерпеть, еще и зафиксировать это все, да? К этому очень быстро привыкаешь. С ними так срастаешься, время совершенно не замечаешь потом. Ведь немножко ломит зубы-то, да? Ну, конечно, есть нюансы. Без этого никуда. Друзья, ну если вдруг есть у вас какие-то вопросы, звоните 202-11-22. Хочу вам, наверное, сейчас задать наш первый вопрос. Мы разыгрываем пригласительные билеты в Театр Самарской площади. Это спектакль «Женитьба». И, собственно, кадр из фильма, который я сегодня загадала, мне кажется, ну, только на быстроту реакции. Кто первый дозвонится, тот и получит приз как раз-таки на этот замечательный спектакль. Звоните, нам нужно узнать название фильма, что это за фильм мы загадали. 202-11-22. Я во многих фильмах голливудских видела, что там ставят сапфировые брекеты, какие-то с драгоценными камнями. Из чего сейчас изготавливается это все? Основное количество брекетов изготавливается из медицинской стали. Но также, да, драгоценные материалы используются, потому что есть определенная категория людей, у которых аллергия. На любые металлы. На сталь, на никель. Поэтому для них мы используем брекеты золотые, либо из сплав титан. Ну, ты сидишь себе с золотыми брекетами, да снимать их. Ведь многие артисты голливудские ставят себе специально какие-то там эти вот золотые и ходят, я не знаю, сколько лет, себе сверкают золотыми зубами. А с драгоценными камнями тоже? Нет. Не ставили тебе? Эти брекеты, которые называются сапфир, это на самом деле просто их такое название. Они изготавливаются из той же керамики. Температура обжига у нее немного другая, выше, поэтому они получаются прозрачные. Ну, их просто назвали сапфир. Так это не камень сапфир. На столе сегодня тут челюсти лежат, я уж не знаю, чьи это доктор принесла к эфиру. Но я так понимаю, что это образцы какие-то. Здесь видно, что есть брекеты, которые внутрь и наружу. В чем их отличие? Только в положении на челюсти. Ну, это рекомендации какие-то или это желание человека? Это первое, это желание человека, потому что во взрослом состоянии и профессии у нас разные, и уже менталитет сложившийся. Поэтому некоторые стесняются, конечно, в таком случае альтернатива – это внутренние лингвальные брекеты. Если абсолютно спокойно человек относится, то, конечно, можно поставить и снаружи. А опасность есть какая-нибудь в брекетах, вообще противопоказания? Есть определенные противопоказания, но они больше не противопоказания, а метод для насторожности врача. Например, заболевания иммунной системы, неврологические заболевания, умственные, физические расстройства. То есть такие заболевания должны проходить под контролем врача общей практики, терапевта, одновременно с ортодонтом. Понятно. Но вот, Марина, когда вы носили, понятно, что, слава богу, никто не дразнил. Было только ощущение «скорее бы снять, скорее бы снять». Как-то изменился ваш рацион питания, когда вы их носили? Что-то не ели, что-то ели? Ну, вот лично я просто стала меньше есть. Потому что я каждый раз... Ну, чистить надо обязательно, чтобы еда не застревала. Ну, и мне просто не всегда хватает чистить, но и не всегда получается. Ты же не можешь на улице или в кафе где-то почистить. Поэтому я... Носить с собой зубную щетку. Ну, я носила, да. Ну, не знаю, я меньше стала просто есть. Понятно, это плюс, я так думаю, для девушек. В конце концов, у вас, Ксюш, как? Вы что-то отказываете себе в яблоках, я не знаю, в морковках? А, это да, нельзя. А, я не в чём себе. Я отказываю ни в чём. Уже сейчас, теперь, на втором году ношение. Но за первый год я похудела где-то на 6 килограмм. Очень плавно, постепенно. То есть, периодически от брекетов, значит, перешли. Как говорю, меняют жизнь. Понятно. На всех направлениях. То есть, в принципе, как бы можно кушать всё, я так понимаю, только если что, резать, да? Да, то есть, там, морковку взял, съел, нельзя, как бы, твёрдое. То есть, резать, конечно, надо обязательно. А вот так случилось в брекет-системе. Отвалился маленький брекет. Что делать? Из-за страшного донту. И бежать, приклеивать его заново. Лучше бежать, приклеивать, потому что просто на это время может остановиться лечение, затормозиться. То есть, поэтому лучше не ждать. Лучше не ждать. Так, а вопрос у меня такой, вот, вредно ли это для зубов? Вот, клеите вы их, там, как-то стягивайте, растягивайте поверхность зуба. Нет, сами брекеты, они для зубов совершенно безвредны, потому что они фиксируются на материалах, которые содержат фтор. А во-вторых, поверхность, к которой приклеивается брекет, она герметично изолирована от полости рта. И вреда они оказывают. Вред оказывает налёт, который скапливается вокруг брекетов. То есть, чистить нужно? Поэтому чистить нужно очень внимательно, да, тщательно. С собой носить зубные щётки везде, в кафе, на улице. Как бы лени не было, понятно. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, ну вы можете похвастаться тем, что вы часто ходите к стоматологу, следите за зубками своими? Хожу к стоматологу один раз в год, хотя можно почаще, конечно. Почаще, конечно. Брекеты не носили никогда? Нет. Ну, нет, нет нужды, нет необходимости. Да, нет необходимости. Вам повезло. Счастливый человек. Наташ, ну давайте отвечайте, что же за фильм мы загадали, что это за кадр? По-моему, это кадры с фильма Ивана Фильевич «Менять профессии». Конечно, как раз-таки вот зуб флюс, как они говорили там в фильме. Ну, дай бог, чтобы у вас зубами все было хорошо, отправляйтесь на спектакль «Женитьба», хорошо вам провести время. У меня вопрос, вот допустим, мы сейчас говорили о щетках, тут лежат две щетки у нас на столе, обычная и какая-то необычная, пыточный прибор какой-то. Что это такое? Расскажите нам, Саша, пожалуйста. Показать? Нет, мы их сейчас крупным планом покажем, наши зрители увидят, и я думаю, что как раз-таки будет понятно. Что это за щетки? Розовая щетка – это для брекетов, у нее есть специальная прорезь посередине, которая будет более удобную чистку. И вторая щеточка – это щетка-ершик, которой можно проникнуть под дугу и удобно счистить весь налет между брекетами под дугой. Ну да, такие щеточки-то с собой потаскай, вытащи где-нибудь на людях, скажут, человек что-то там замыслил недоброе. С собой можно дорожный вариант использовать, у тех же ершиков, у тех же щеточек. Понятно. Ну, я хотела спросить, вот допустим, все-таки взрослые люди сейчас часто стали обращаться и поставить брекеты? Да, сейчас очень часто. У меня большинство пациентов все-таки взрослые. А вот что у них, какое-то желание все-таки в взрослом возрасте выглядеть? Желание изменить себя, желание некоторым подпротезирование, подготовка адекватная нужна. Для некоторых людей все-таки эстетика, наверное, больше превалирует эстетика в наше время. Марина, ну вот вы когда сняли, давно это было? На 22, получается, я сняла, сейчас мне 25. Ну, то есть уже ничего не пошло там обратно, зубы никуда-то там не убегают? А нужно как-то ходить, наблюдаться после того, как брекеты сняли? Да, первый год нужно тщательное наблюдение, раз в три месяца обязательно приходить к врачу-ортодонту своему, затем раз в год хотя бы необходимо показываться. Во-первых, общий статус посмотрят, ортодонт также все определит, ну и плюс посмотрят, не менять или положение зубов. Ксюша, ну вот хотела спросить, у вас сейчас положение интересное, очень приятное. А это как-то мешает, вот брекеты, я имею в виду, как врачи, что говорят? Никак не отразилось совершенно. Точно так же необходимо соблюдать, конечно, гигиену, я чищу очень тщательно, старательно. Ну, видели мамочек еще таких с брекетами? Вот пока нет, никогда не встречала. Ну, а вот как, допустим, у вас, ваше окружение, ваши друзья реагируют на вас, когда видят? Все уже так привыкли, если честно, мне кажется, я вот уже не представляю, как я буду без них ходить, хотя, конечно же, мечтаю об этом, но по большому счету человек ко всему привыкает, и тебя воспринимают в целом как личность, наверное, а не по зубам. Я надеюсь. Конечно, конечно. Ну, и хотелось бы, может быть, от вас услышать какие-то слова, пожелания тем, кто только думает, вот стоит, не стоит, вообще как, Марина? Стоит, конечно. Это же ровные зубы потом, это вообще шикарно. Может, помутишься там, но оно того стоит. Понятно. Ксюша, у вас какие мысли? Конечно, обязательно стоит. Действовать нужно всегда. Если есть желание изменить свою улыбку, свою жизнь, потому что, конечно, это меняет полностью человека. И какие-то ощущения все-таки, наверное, более уверенные в себе. Ну, ощущения того, что ты властелин своей жизни. Представляете, ты решил поменять свою улыбку, меняется твое положение зубов, с этим меняется твоя жизнь в лучшую сторону, люди тебя уважают, ты сам себя уважаешь, все хорошо. Здорово, это самое главное, наверное. Александра, ну, сейчас от вас, наверное, как от нашего первого доктора сегодня в студии, у нас камера напротив, можно сказать слова, какие-то добрые пожелания своим коллегам, и поздравить всех с праздником сегодня. Своим коллегам пожелаю самое главное крепкого здоровья и позитивного отношения к всему позитивному настроению. Это самое, наверное, необходимое, что нам всем нужно в такую непогоду. И вообще просто ждем весны, улыбаемся, конечно же. Вам спасибо большое, что пришли. Впереди у нас будет доктор-специалист, который расскажет нам и о том, как ухаживать за зубами, и как обратить внимание на какие-то искривления детей. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, готовьте их, 202-11-22. Через пару минут мы встретимся здесь, в студии. А пока предлагаю посмотреть сюжет. Наш корреспондент побывал в одной удивительной стоматологической клинике под названием БИС. Я думаю, что есть какая-то полезная и нужная информация, можно даже записать. Стоматология – одна из древнейших отраслей медицины. Если верить ученым, то ей больше 7 тысяч лет. Так что багаж знаний и навыков у современного врача-стоматолога просто колоссальный. Не забудьте, что в последние несколько лет стоматология совершила мощный рывок вперед. Появилось огромное количество новых материалов и технологий, позволяющих вылечить такие заболевания, которые ранее были не подвластны медикам. Разумеется, успех лечения зависит и от квалификации врача. Одним из лучших врачей-стоматологов в Самаре по праву считается Сергей Бурмистров, владелец и ведущий специалист стоматологической клиники БИС, которая организована не совсем так, как другие, и поэтому имеет ряд преимуществ. В нашей клинике работают терапевтические врачи, врач-хирург и врач-ортопед. Также у нас есть зуботехническая лаборатория, в которой работают два техника. Как бы эта особенность сейчас в маленьких, небольших клиниках не бывает техников своих. И как бы врач с техником работает дистанционно. То есть работы привозят, увозят. У нас это все в одном месте. То есть это влияет и на скорость, и как бы на качество. Техник всегда видит все в полости рта, всю ситуацию. Всегда исправляет какие-то недочеты. Фактически нет такой задачи, с которой бы не справились в клинике Сергея Бурмистрова. Во-первых, клиника БИС – это семейный бизнес. Во-вторых, в лечении применяются самые современные технологии, с помощью которых можно решить практически любую проблему, какой бы сложной она ни была. Бывают такие ситуации, что там очень сложный прикус, очень серьезная, как бы, деформация зубочерестной системы. Я как ортопед это вижу, и очень тяжело бывает это. Приходится несколько этапов протезировать, чтобы восстановить нормальную функцию жевательную и эстетику. Одна из последних технологий, применяемых в клинике БИС – пломбирование каналов жидкой гуттаперчей. Этот метод прекрасно себя зарекомендовал, так как позволяет заделать даже невидимые глазу канальцы в зубе. После этого зуб служит намного дольше, а пациент не испытывает каких-либо неудобств. Разумеется, для клиентов важен и финансовый вопрос. В клинике БИС его решают достаточно эффективно, так что стоимость услуг не покажется завышенной никому. Но главное – это доверие к врачу. А профессионализму Сергея Бурмистрова доверяют многие. Проверено. Ну что, улыбочку просим от вас в который раз. Звоните нам, друзья, 202-11-22. Если у вас есть вопросы, я думаю, наши специалисты всегда готовы на них ответить. И, конечно же, я напоминаю, что в нашей группе программа «Универсальный формат» ВКонтакте продолжается голосование. Как часто вы ходите к стоматологу ближе к концу эфира? Подведем итоги, посчитаем, сколько же вас ответило и какая статистика среди наших зрителей. Так что, друзья, если есть возможность прямо сейчас выйти в интернет, заходите и как-то отвечайте, голосуйте в нашей группе. Ну, у нас теперь тут детское отделение стоматологии. Я уж не знаю, дети всегда боятся ходить к доктору, но когда встают вопросы искривления зубов, я думаю, с этим лучше родителям никак не временить, а обращаться к доктору по каким вопросам, по каким показателям. Сейчас будем выяснять. С нами здесь Ольга Перова, врач-ортопед, ортодонт, директор стоматологической клиники «Жемчужина». Здравствуйте. С нами здесь также две прекрасные барышни. Аня Пустовар. Здравствуй, Аня. И Саша Пустовар. Привет. Это племянница Оля. Это здорово. Мы уже позавидовали, когда есть замечательная тетя-стоматолога. Оль, ну, мы сегодня говорили о брекетах, но мы в данной нашей программе еще и говорим о системе такой исправления зубов, как пластинки. Правильно они называются? Пластина, да? Ну, можно и так называть. Как они правильно называются? Правильно называются все по-разному. В целом это ортодонтический аппарат съемный. А дальше у него уже есть определенные характеристики. А в народе пластинка. И я, в общем, не пытаюсь переубежать пациентов, что он называется как-то там по-своему правильно и прям вот то, что мы пишем в карточке. Пускай называют, как ему удобно. Не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы понимали, о чем идет речь. Ну, вопрос у меня такой. Вот уже нам доктор Александр сказала, что 6-7 лет – это оптимальный возраст, когда можно ребенка приводить к ортопеду. Ортодонту. Ортодонту, прошу прощения, да. В 6-7 лет необходимо приводить, в принципе, к стоматологу уже однозначно. Можно приводить и раньше. Есть еще такое мнение, что к стоматологу ребенка ведут тогда, когда у него появляются зубы, чтобы вместе со стоматологом проверить навыки чистки, посмотреть, все ли нормально в прорезывании уже молочных зубов. Есть такие моменты, как вредные привычки, как какие-то, ну, может быть, аномалии. Вообще, первый осмотр ребенка производится в роддоме. Если там все хорошо, их отпускают домой, они там растут и развиваются. А затем, когда появляются зубы, приходят к стоматологу, потому что многие аномалии развития проявляются еще на стадии молочного прикуса. Если этот момент не упустить, можно работать уже с молочным прикусом. Вообще, детская ортодонтия еще называется, есть такое, ну, не мнение, название, называется истинной ортодонтией, потому что ортодонтия – это не просто исправление зубов, но еще и вот настоящая ортодонтия – это управление развитием. То есть пока у нас пациент-ребенок, пока его организм растет, развивается, зубочерестная система изменяется, мы имеем уникальную возможность этими изменениями управлять. То есть не просто работать с тем, что есть, это уже взрослые. Что выросло, то выросло, работаем с тем, что есть. Здесь мы можем управлять так, как нам надо. То есть если есть вредная привычка, Мы ее устраняем, делаем так, чтобы все развивалось правильно. Есть неправильное положение, устравляем причины, все начинает развиваться по-другому. Вот это, конечно, очень интересный, глубокий раздел стоматологии, но он дает самые стойкие, самые хорошие результаты. Но это нужно вовремя заметить, смотивировать. Это работа, конечно, очень большая и врача, и пациента, и родителей. Сейчас расскажу один миф, который наверняка вы слышали, который слышали наверняка наши зрители. «Плохой прикус, плохие зубы, соску долго сосал». Соску долго сосал, вполне возможно, есть такой фактор, как сосание неправильных сосок, долгое сосание сосок. Это относится к вредным привычкам. Их много, соска, одна из них, если что-то там пошло не так, выбрали неправильную или удлинили вообще этот период, который должен был закончиться в определенном возрасте, то вполне возможно и из-за этого. Понятно. Ну вот хочу девочек просить. Девочки, Саш, давай с тебя начнем. Боишься ли ты ходить к зубному? Нет. Не боишься? Вопрос такой, что вот, допустим, когда ты носишь пластинку, тебя смущает саму? Ничего. Ничего, тебе нравится, все устраивает. Ты хочешь здоровые, красивые зубы? Да. Понятно. Ты ходишь к Ольге, к своей тете? Да. Тебе там нравится у нее? Не боишься? Не боюсь. Видимо, этот фактор еще как раз таки играет, что доктор знакомый человек и не боятся дети ходить. Сейчас, к счастью, все реже и реже боятся стоматологов, спокойнее идут на контакт, ну и сейчас уже больше зависит от родителей. Больше зависит, чем, например, во времена нашего детства. У нас их запугали очень хорошо врачи, сейчас, если родители не запугали, то, скорее всего, все будет хорошо. И бояться не будут. Ань, ты тоже не боишься? Нет. Вообще? Нет. А вы вместе, если что, так ходите-то или по очереди? Вместе. Вместе? Ну, понятно, поддержка необходимая и нужна. Ну, рассказывайте, как, Олю, привели родители, девчонок и какие у них были проблемы, и почему решили пластинки, а не брекеты? Ну, привели их, не то чтобы привели, это все стало видно и заметно. Вот, когда, собственно, я на эту специальность отучилась, в общем-то, появились необходимые знания, у них появились необходимые зубы, которые уже... Тут тетя Оля решила, короче, действовать. Так. В принципе, да. Вот, ну, называть там диагнозы и то, как это все называется, наверное, смысла нет. Нет, конечно. То есть есть кое-какие проблемы. Почему именно такая аппаратура? В детском возрасте, в принципе, до определенного периода используются только съемные пластинки. Мы договорились так называть. Опять же, потому что изменения очень большие происходят прорезывание зубов, выпадение, рост челюсти. Вот это вот не препятствует всем этим процессам. То есть этот можно модифицировать, это все. Бывают моменты, когда детям ставят там брекет-системы, но определенного вида тоже. То есть все по показаниям, я бы вот так сказала. Распространенный для детей вот это. Брекеты случаются, но это узкие очень моменты. Давайте посмотрим на них поближе немножко. Это вот так называемые съемные, ужасно выглядящие. Но тем не менее, да. Гладенько блестит. Как вообще за ними ухаживать? Девочек, мы сейчас спросим. Саш, нам расскажешь. Саш, как ты ухаживаешь за пластинками? Я их чищу. Зубной щеткой? Да. Так, зубной пастой? Да. Каждый раз как покушаешь? Или ты их снимаешь на время еды? Я их снимаю. Так, а ты спишь в них? Да. Так. Ань, ну у тебя какие знания есть? Как нужно правильно ухаживать за этими вот пластинками? Я их надеваю ночью, когда просыпаюсь, чищу с утра. Так. Вечером опять надеваю. То есть ты целый день их не носишь? А вот в чем разница, Оля, скажите? Кто-то целый день носит, кто-то на ночь? В возможностях. Чем больше часов аппарат находится, действующий в полости рта, тем лучше результат, тем быстрее, тем правильнее его действие. Учитывая то, что у нас дети все занятые, постоянно у них хореографии, футбол, хоккей, гимнастика, у кого что, во время физической активности носить противопоказано, чтобы избежать травм и поломки. В школу вообще нужно, но, опять же, начинаются всякие но-но-но. И, к сожалению, у многих детей доходит до того, что они носят только вечером. Это не лучший вариант, но в некоторых случаях он является единственным возможным. А сколько тогда носить, получается, нужно будет? Сколько вы носите уже, девочки? Полтора года. А это зависит от каждого конкретного случая. Так, тут и не скажешь, сколько носить. Кто-то управляется и за год, смотря какая ситуация, смотря как носят. Если на ночь, то это все, конечно, очень сильно удлиняется. Ну вот они выбрали немножко такой длинный путь. Ленивый путь. Да. Но ничего страшного, надеюсь, что все получится. По-другому пока у них не получается. Друзья, ну, тем не менее, ждем ваших звонков. Напоминаю, что также идет у нас голосование в группе универсальный формат. И я предлагаю сейчас разыграть еще один приз. Это пригласительный билет на концерт группы Сурганова и Оркестр. Приезжают они 12 февраля в АДО. Вопрос мой. Как же называется та самая концертная программа, с которой в наш город приезжает Сурганова и Оркестр? Звоните мне, если знаете. 202-11-22. С большим удовольствием будем ждать ваших ответов. Ну, я вот хотела спросить, меня еще интересуют, опять же, американские какие-то там вот эти вот брекеты и так далее. У них очень часто дети ходят с какими-то невероятными страшными устройствами на голове, чуть ли там не как и действительно из фильмов ужасов, которые держат вот эти вот самые брекеты. Это правда так или это все-таки какие-то выдумки режиссера? Это не выдумки режиссера. Есть такая аппаратура. Эта аппаратура переносит, то есть, чтобы нам сдвинуть с места условно неподвижный объект, назовем его так, хотя все там объекты подвижные, нам нужна хорошая опора. То есть, если была бы точка опоры, то можно было бы перевернуть землю. Если внутри полости рта нам такой точки опоры не хватает, мы ее ищем вовне. То есть, это кости черепа и все остальное. То есть, с помощью вот этих шапочек, лицевых дуг и всего остального получается, что опора переносится на более стабильные и крупные объекты и эффект, в общем, можно достигнуть определенной. Но у нас не практикуют такое. Практикуют, но все зависит от желания пациента. Ходить в такой системе страшно. Да, то есть, не страшно, но трудно. Вот, поэтому это очень редко случается, к сожалению, наверное, может быть, и к счастью. Но вообще, это такой метод совершенно нормальный. То есть, это не фильм ужасов, ничего в этом ужасного нет. Это определенные аномалии, требуют лечения именно так. Нужно ли удалять зубы для того, чтобы носить пластинки и ставить потом брекеты? И как вот с этим все-таки медицина? Нужно, говорят, что нужно удалять. Удалять или не удалять решается после диагностики. У нас предыдущий доктор все правильно сказал, что делаются снимки, делаются слепки. Это все делается и детям тоже. Делаются расчеты. Мы рассчитываем перспективы, как будут развиваться кости, что мы можем ожидать уже по снимкам, по определенным углам. Это все высчитывается. И делаются выводы. Где-то какие-то зубы удаляются, может быть, молочные. К сожалению, иногда удаляются в возрастном состоянии постоянные. Вы об этом тоже уже поговорили. То есть все делается после диагностики. Нужно или нет, это решается только после определенных методов исследования. Ну, а у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья, ну вот мы сегодня говорим, не скажу, чтобы об ужасах стоматологии, но о нужном и полезном. Никогда не приходилось вам сталкиваться с брекетами или с пластинками? У меня подруги стали брекеты. Ну, вы их не дразнили, признаетесь честно? Или дразнили? Нет, не дразнила, но выглядят, конечно, не очень эстетично. Ну, куда деваться. Зато она сняла их уже сейчас, подскажите. Да. И все хорошо? Да, я очень помогли. Помогла эту процедуру. Ну вот, видите, как здорово. Надеюсь, вам сейчас помогут ваши знания музыки, в том числе и творчество Сурганова и Оркестра, на которые мы разыгрываем билет пригласительный на двоих. Так как же называется концертная программа? Симфония? Нет, не симфония. Какие-то другие варианты есть у вас? Пока нет. Ну что ж, друзья, вопрос остается открытым. Если вы знаете, как называется концертная программа, с которой приезжает в наш город Светлана Сурганова, это и на всех афишах, если вы поклонник, то вы в курсе, потому что по всем городам сейчас этот тур идет, звоните нам, 202-11-22. Есть еще у вас времечко для того, чтобы ответить на наш этот вопрос. Но не скажу, что коварный, но для знакомых и ценителей билет-то хороший. Возвращаясь к нашим детям и к нашим брекетам и пластинкам, все-таки сейчас больше ведут детей взрослые родители? Больше, к счастью. Да, больше. Обращаются, следят больше, к стоматологу обращаются чаще, вводят детей именно на профосмотры, посмотреть, нет ли каких аномалий развития, вдруг что пропустили. То есть сознательность все-таки выросла, мне кажется. В сравнении с даже пятилетней давностью выросла, выросла. Вы говорите о том, что нужно прививать ребенку какие-то правильные привычки, какое-то правильное поведение. Какие это можно, если сейчас дать советы нашим зрителям, на что должны родители обратить внимание? Во-первых, чистить зубы два раза в день. А если не хочет чистить? Заставлять? Ну, заставлять, может быть, не самое верное слово, договариваться, аргументировать. То есть у каждого родителя к своему ребенку свой подход, найти какие-то нужные слова, убеждения, то есть дать как-то ребенку понять, что это ему нужно. Мотивировать, вот я бы так это назвала. Фруктовая зубная паста? Вкусная? Или уже взрослая чистите? Когда как. Когда как. То есть это обязательно покупать ребенку детскую зубную пасту? Да, обязательно. Там отсутствует в концентрации в такой, как во взрослые, некоторые вещества, которые могут быть вредны, с учетом того, что дети ее едят, глотают. Это вкусно, это все естся просто ложками. Вот, там определенные компоненты есть. Ну и плюс отдушки вкусовые всякие там, красители, не без этого. Понятно. Так, мы чистим зубы. Так, что еще мы делаем? Чистим зубы и боремся с вредными привычками. Сосание пальцев, грызение карандашей, засасывание верхней и нижней губы и, в общем, другие. У каждого свои бывают, их не перечислишь. Понятно, в общем, родители должны обязательно наблюдать за своим ребенком. Есть у нас звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Оксана. Оксана, очень приятно. Оксана, ну вы как зубами мучаетесь или вам повезло? Ну, как частично. Частично. Частично, но частично все-таки проблемы существуют. Понятно, но ходите к стоматологу, я надеюсь. Да, хорошо. Это хорошо. Ну что, вам сейчас предстоит как раз-таки возможность проявить свои какие-то музыкальные знания. Какой же программой концертной едет удивить всех самарцев Светлана Сурганова? Ой, господи, забыла. Сейчас, секундочку. Игра в классики. Конечно, 12 февраля, АДО, Игра в классики. Светлана Сурганова уже представила эту программу по многим городам. И вот, Самара, встречаетесь. Спасибо вам большое за звонок. Ну, а я сейчас, как и обещала, вам подвожу итоги наших опросов в программе, в группе программы «Универсальный формат» ВКонтакте. Итак, как часто вы ходите к стоматологу? Так и звучит наш вопрос. И побеждает 60%. Ответ – редко хожу, все некогда. Эх, дорогие зрители. Далее, на втором месте у нас очень часто ходят проблемы с зубами. Раз в полгода, тоже 15%. И не хожу, все зубы здоровые с детства – 7%. Ну, это, видимо, 7 везунчиков. 7% везунчиков наших зрителей. И я вас, друзья, поздравляю. Спасибо за активность. Ну, сейчас, я думаю, как раз-таки Ольга, как замечательный человек, буду поздравлять всех тех, кто связан со стоматологией. Спасибо вам большое. Спасибо.